МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главное событие всех сфер общественной жизни города из первых уст. В текущем году за 9 месяцев выявлено 779 наркопреступлений. Наркоконтроль на страже безопасности полицейские отчитались о своей работе. В наше направление деятельности, да, это разработка других каналов подачи или изменение частот для разверлилимого оборудования. Смоленская область решает проблему с перебоями в вещании обязательных телеканалов. Роскачество обнаружило следы антибиотиков почти в половине проверенной докторской колбасы, произведенной в России. Специалисты изучили колбасу по 70 показателям качества и безопасности. Они проверяли товары на наличие бактерий группы кишечной палочки, антибиотиков и посторонних ингредиентов. Также изучали вкус и внешний вид товара. Ни в одном случае не было обнаружено превышение предельно допустимых концентраций по антибиотикам. Однако следы этих препаратов были выявлены в 16 образцах из 40. Это не делает производителей нарушителями, но лишает их возможности претендовать на российский знак качества. 24 октября в здании администрации прошла очередная сессия городского совета. Нежилой фонд, бюджет города, передача имущества в муниципальную собственность и эти и другие вопросы обсуждали депутаты. Какие решения приняли народные избранники, смотрите прямо сейчас. Заседание депутатов началось с обсуждения изменений в уставе муниципального образования в городе Сногорск. Они связаны с переоформлением документов на основе действующего законодательства. Следующий вопрос касался бюджета на этот год. Контрольно-ревизионная комиссия оценила законность и эффективность изменений, вносимых в местный бюджет. Согласно заключению, гурсовета рекомендовано принять изменения. Депутаты утвердили прием в муниципальную собственность движимого имущества. Так, два компьютера с комплектующими будут переданы библиотеке. Также на заседании обсудили предоставление нежилого фонда в безвозмездное пользование или на основе договора аренды. Соответствующая комиссия провела рыночную оценку, чтобы установить стоимость квадратного метра за год пользования. У таких учреждений, как городской суд, налоговая, департамент по экологии, ветеринарная клиника и районный отдел судебных приставов поднимется минимальная арендная ставка. Увеличение ставки будет обсуждаться на следующей сессии. Смоленский Роспотребнадзор подвел итоги проверки качества и безопасности хлебобулочных изделий. За третий квартал текущего года специалисты управления проверили 99 предприятий. В итоге в 57 объектах были выявлены нарушения. В ходе проверки были отобраны и исследованы по физико-химическим показателям 76 образцов хлебобулочных изделий. Из них 6 не отвечали требованиям. Кроме того, по микробиологическим показателям были исследованы 115 проб. 8 из них не отвечали требованиям. Только лишь санитарно-химические показатели были в норме из всех 14 проб, взятых на исследование. 23 октября в здании администрации прошло еженедельное совещание. Его провел заместитель главы города Александр Новиков. Руководители подразделений по традиции отчитались об итогах работы. Подробности смотрите далее. Заместитель начальника МСЧ номер 135 Лидия Штани рассказала о том, что в городе 151 человек заболели ОРВИ. Акушерское отделение вновь заработало после санитарной обработки. И уже приняло на свет двух младенцев. В медсанчасти проводятся профилактические меры против гриппа. Вячеслав Седунков, генеральный директор МУП ККП рассказал о ходе программы «Комфортная городская среда». Жильцы дома номер один первого микрорайона решили участвовать в программе. Они утвердили и проект, и смету. Аналогичное собрание теперь проводится в домах номер один и номер два седьмого микрорайона. В городе проходит уникальный проект фестиваля патриотических программ работников атомных станций «Свет России моей». 25 октября внутренней нашей 18.00 торжественной церемонии закрытия. Приглашаем жителей и гостей города поддержать команду нашей в Снобольск. Андрей Воронцов предупредил о предстоящей проверке системы оповещения населения. Сигналы тревоги будут звучать 24 октября с 15.00 до 16.00. Жители просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Элина Нурматова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ. Россияне назвали достойный для себя размер пенсии. По мнению участников опроса, она должна составлять около 40.000 рублей. В то же время четверть опрошенных назвали сумму от 50.000 рублей. Лишь 16% опрошенных намерены жить на одни выплаты от государства. Более 80% хотели бы иметь дополнительные доходы. В 2016 году размер достойной пенсии составлял 35.200 рублей. Отмечается в исследовании. В Смоленске состоялся брифинг по контролю за оборотом наркотиков. На вопросы журналистов отвечал начальник управления Эдуард Мелтонян. Он подвел итоги операции МАК и рассказал о деятельности полиции в сфере противодействия незаконному обороту. Подробности в сюжете. За время операции было раскрыто 34 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Ликвидированы посевы МАКа, конопли и других наркосодержащих растений. Перекрыты каналы транспортировки. Задержаны перевозчики и наркосбытчики. Прежде всего, цели и задачи данной операции направлены на выявление наркопреступлений, связанных с изъятием из незаконного оборота наркотических средств растительного происхождения. В текущем году за 9 месяцев выявлено 779 наркопреступлений, из которых 620 – это тяжкие, особо тяжкие. 530 преступлений связаны со сбытом наркотических средств. В общей сложности из незаконного оборота изъято более 66 килограмм запрещенных веществ, как растительного – 75% от общего числа, так и синтетического происхождения. Есть случаи и с опиатами, и опиоидами. Пресечена деятельность 10 наркопритонов. Зачастую в 70 случаях из 100 с наркотиками связаны мужчины от 20 до 40 лет. В основном это безработные, но иногда попадаются и студенты. Там есть и сбыт наркотических средств, и хранение наркотических средств, и содержание наркопритона, а также и контрабанда наркотиков. В решении проблем наркооборота очень важна и помощь населения. В этом году в полицию поступило 19 сообщений от граждан. По всем проведенной проверке возбуждено 8 уголовных дел. Светлана Разганова, Александр Ерофеев, Деснат-ТВ. В Ельне прошли сборы участников военно-патриотического движения «Юнармия». Более 80 ребят со всей области под командованием офицеров армии получили навыки военной подготовки на территории действующей войсковой части. Юнормейцы изучали строевую подготовку, воинские документы и участвовали в стрельбах. Многие, кто вступил в ряды юнормии, в будущем планируют связать свою жизнь с военным делом. Юнормейцы изучили основы оказания первой помощи в полевых условиях, приняли участие в спортивных эстафетах, военном ориентировании. Ребят также научили использовать средства радиационной, химической и биологической защиты. На сегодня в Смоленском отделении состоят свыше 3,5 тысяч юнормейцев. Регион вошел в число лидеров среди российских субъектов по динамике развития этого движения. С 28 по 31 октября в Смоленской области состоится всероссийская акция «Тест на ВИЧ-экспедиция». Граждане смогут получить современные сведения по выявлению инфекции. В случае необходимости специалисты объяснят, как предотвратить дискриминацию в обществе. Акция пройдет в Смоленске, Вязьме, Рославле и Ярцеве. Работа мобильных пунктов тестирования будет организована на центральных площадях городов, вблизи торговых центров. Все желающие смогут пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Процедура не требует забора крови, а результат будет готов через 20 минут. Вот уже несколько месяцев абоненты кабельной сети жалуются на пропадание сигнала первого мультиплекса. На сегодняшний день он включает в себя 10 обязательных телеканалов и 3 радиостанции на всей территории России. Наша съемочная группа решила выяснить, с чем связаны проблемы вещания и чего ждать телезрителям. Специалисты по обслуживанию кабельной сети предприняли ряд мер по исправлению этой проблемы. Закуплено и установлено специальное оборудование антенны высокой чувствительности, дополнительные канальные усилители. Все это улучшило ситуацию, но, к сожалению, не исправило ее полностью. Телерадиовещательная компания «Десна-ТВ» принимает цифровой сигнал в формате Т2. Он идет из Смоленска посредством радиорелейной сети через вышку в Савеево. Именно тут возникают проблемы. Сигнал на вышку уже попадает с помехами, пояснили в областном радиотелевизионном передающем центре. Виной всему военная часть Подшаталова, когда проектировали и строили телекоммуникационную сеть, воинская часть еще не действовала. И теперь частоты каналов пересекаются с радиочастотой самолетов, которые взлетают с полос военного аэродрома. Это создает радиомагнитную помеху, а она, в свою очередь, искажает телесигнал. А часть, к сожалению, это наша головная боль, да, военная часть, потому что, когда начинается от них какое-то воздействие, оно влияет у нас на весь момент области достаточно сильно. В починке, да, ну, допустим, практически вообще с момента полетов у нас глушится и ступниковая связь, и глушится радиорелейная связь. Увы, все лицензии на радиочастоты были выданы очень давно, без учета полетов военных самолетов. Сейчас областной радиотелевизионный передающий центр работает над решением этой проблемы. Разрабатываются другие варианты подачи сигнала, ведутся переговоры с головным радиочастотным центром по изменению частот радиорелейного оборудования. Также рассматриваются варианты договора с телекоммуникационными компаниями. По заверениям начальника производственно-технического отдела Дениса Мартыновского, ситуация должна полностью выправиться в течение года. Светлана Разганова, Юлия Соболева, Виталий Степанов, Александр Ерофеев, Десна ТВ В Смоленске завершился всероссийский турнир по вольной борьбе в памяти нашего земляка, мастера спорта СССР Леонида Алексеюка. В областной центр съехались лучшие борцы вольного стиля из нескольких регионов. Для многих спортсменов этот турнир является крайне ожидаемым. Благодаря ему у них есть шанс повысить свой уровень и получить звание мастера спорта. Побороться за победу приехало более 100 человек из 12 регионов России, а также из Республики Беларусь. Возрастная категория соревнований от 18 до 35 лет. Смоленская область представляла более 20 борцов вольного стиля. Результативнее всех выступили спортсмены из Санкт-Петербурга. А у смоленских борцов три призовых места, два серебра и одна бронза в разных весовых категориях. А теперь коротко о погоде. 25 октября в Десногорске будет пасмурно, а возможен небольшой дождь. Днем плюс 4, ночью плюс 2. На сегодня это все новости. Все самое интересное и актуальное не только на нашем телеканале, но и на сайте desnadefistv.ru. С вами был Виталий Волков. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин